Даже у мусора есть свое место. Этим летом в Щелковском районе планируют внедрить пилотный проект по раздельному сбору коммунальных отходов. Однако, чтобы новое оборудование прижилось, использовалось по назначению. В потоках ТБО необходимо навести порядок, ликвидировать несанкционированные свалки, сделать схему прозрачной. Насколько ответственно предприятие микрорайона Чкаловский относится к вывозу мусора, проверили в рамках выездного совещания районной администрации. Много мероприятий было проведено, и совещаний, и координационных советов, и создана была рабочая группа по именно проблемам вывоза мусора с Щелковского муниципального района. В этом же контексте мы организованы сейчас, проверяем все торговые точки и определяем, сколько потребность вывоза мусора с этих торговых точек, чтобы рассчитать полностью лимит Щелковского муниципального района и организовать эту плановую работу. Не каждый понимает, что любая контейнерная площадка в обычном спальном микрорайоне имеет свои лимиты, ориентированная исключительно на бытовой мусор из многоквартирных домов по соседству. Собственно, тариф на него и заложен в квитанциях жителей. А вот кафе и магазинам по нормам необходимо иметь собственные контейнеры, ну и, конечно, договор с мусоровывозящей компанией. У каждого предприятия должен быть заключен договор на вывоз мусора, чтобы впоследствии не получилось вот такой ситуации. Неприятную картину обнаружили на одной из контейнерных площадок в микрорайоне Щекаловский. В ходе выездного совещания комиссия районной администрации посетила порядка пяти предприятий, кафе и магазинов. К сожалению, на месте необходимые документы смогли предоставить далеко не все. Некоторые руководители признавались, что мусор складируется на местных площадках. У других договор не учитывал вывоз ТБО в достаточных объемах. Два куба, 83, так написано. Это ежемесячно? Да. Это ни о чем, а для вашего учреждения. Сделайте, пожалуйста, копию. Мы вызовем это о экологию вместе с вашим директором и обоснование потребуем. Договор, какие-то документы есть? Нет, только у хозяина все. Сейчас, на минутку. И лицензии нету, да? Точнее, сертификатов на продукцию. Все у него. Проверили качество вывоза мусора из одной из строительных площадок. Заместитель главы районной администрации также отметил нарушение нормы. Бытовой и строительный мусор должны складироваться отдельно. С руководителями осмотренных предприятий планируется провести дополнительное совещание. Не наказывая, сначала попытаемся убедить, если убеждения не пройдут, я думаю, что они пройдут, нормальные люди должны понять, если не пройдут, то будем закрывать их, штрафовать и наказывать по административным правонарушениям. В дальнейшем, как подчеркнул заместитель главы администрации Щелковского района, такая работа будет продолжена. Основная цель – привить предпринимателям и жителям в целом культуру раздельного сбора мусора.